Ставки сделаны, ставок больше нет, что за бред? Нет, не Мостбет ответ. Хочешь быть сыт, богат и хорошо одет, грамотно используй интернет, ставь на Мостбет. Воу-воу-воу, что сейчас было, спросишь ты и я тебе отвечу. Это маленькая рекламная пауза букмекерской компании Мостбет, в рекламе которой принял участие рэпер Эсте и футболист Мостовой. Друзья, я вам неоднократно говорил, подписывайтесь на инстаграм канал, там всегда выходят только свежие новости. И именно там я поднимал вопрос, спрашивал разрешение ваше на размещение подобного рода рекламы, и многие из вас дали добро, поэтому мы работаем. Ну а сегодня речь пойдет не про букмекерскую компанию, впереди чемпионат мира по футболу, они активизировались, а речь пойдет про обновленную Skoda Octavia, 2018 года машина, комплектация у нас ее с двигателем 1.8, ценник которой составляет 1 миллион 513 тысяч рублей. Но человек купил этот автомобиль за наличный расчет со скидкой в 213 тысяч рублей. Давайте посмотрим, что здесь изменилось, что здесь доработали, и что эта Skoda представляет из себя на сегодняшний день. Исходя из того, что на улице сегодня дикая погода, холодно, дует сильный ветер, идет дождь, мы снимаем на закрытой площадочке небольшой. Друзья, смотрите, вот новый автомобиль, ну как новый, сама компания представляет, конечно же, как новый, по всем признакам это хорошо сделанный рестайлинг, доработанный со всеми болячками. Что здесь изменилось? Ну, в первую очередь, фары. Многие говорят, о, 4 фары, на самом деле это фальш небольшой, вот это просто перемычечка идет, и сама фара по себе цельная. Изначально в любой комплектации идет галоген, у нас стоит пакет на диоды. Диоды здесь очень хорошие, вот ближний свет в вечернее время светит на отлично. Если включить дальний, к нему, конечно же, могут быть вопросы. Изменилась немножко решетка радиатора, в общем, немного доработано. Что сзади изменилось, не особо понятно, возможно, немного изменен рисунок задних фонарей. Но, по сути, вот внешне машина отличается именно по морде. Вот на морду смотришь, все, доработанная версия. Поэтому посмотреть на нее и сказать, что она из себя представляет, красивая машина, некрасивая. В первое время все говорили то, что фу, какая-то уродская стала, фары некрасивые, не то, не так сделали. Или вживую смотришь, вот честно скажу, обычная тачка, нет такого, что прям, вау, блин, Октавия такая, она классная. Но и в тот же момент сказать то, что, блин, Октавия какая-то некрасивая, но любители. Все те, кто ее покупают, машиной довольны, то есть плюс-минус все классно. В нашем случае человек также взял автомобиль, ездит, то есть души в нем условно не чая, там внешний вид, по салону, по эргономике, всем доволен. Давайте откроем капот и посмотрим, что он встречает там, потому что к этим автомобилям всегда были претензии. Но в первую очередь хочу обратить ваше внимание на то, что здесь стоят газоупоры. Человек это сделал сам самостоятельно. Изначально идет, конечно же, как и везде палка, и проблема этой палки заключается в том, что, допустим, вот вы ее поставили в штатное место, ну, условно, омывайка. Не совсем удобно заливать, зачем так делают, непонятно, хотя вот тоже вот он верно замечает, что можно было бы перенести в левую сторону, и делать это было бы гораздо удобнее. Что мы можем рассказать про это подкапотное пространство? Ну, давайте начнем по порядку. Первый, это двигатель 1.6 MPI. Старый двигатель, грешат на него все так же с масложером, он может идти как с механической коробкой передачи, 5-ступенчатой, так и с автоматом. На механике машина будет разгоняться до первой сотни заявленной, 10,6 секунд. Автомат будет разгоняться 6-ступенчатый, проверенный хороший автомат, 12 секунд. Человек ее тестировал, сел, сзади сидел отец, проехался, машина овощ. Что на самом деле это так, я думаю, с этим никто не будет спорить. Потому что 1.6 здесь самый дохлый мотор, и берут его, наверное, пенсионеры, либо те, кто вообще не видит смысла в быстрой езде. Сел, завел, поехал. Далее идет двигатель 1.4, тоже у него были проблемки с охлаждением. Было много проблем, например, связанных с тем, что когда ты заводишь автомобиль, и на холостых он не греет, печка не работает, холодный воздух дует. Сейчас это, по идее, все доработано. Я это не придумывал. Если вы сами запрыгнете на дром, например, тот же самый, почитать комментарии, отзывы людей. 16-й год, машина жалуется до сих пор, говорят, зимой постоянно мерз. 1.4 идет на 150 сил, естественно, стоит турбина. Разгоняется он до первой сотни в районе 8,3 секунд. Ну, 8,5 секунд, 100% результат. Передний привод. Он идет как с механической коробкой передачи, 6-ступенчатой, так и с автоматической коробкой передачи, ну, DSG, 7-ступенчатая, сухая, DQ200. Это самый главный вопрос, самая главная претензия, да? К коробке мы чуть позже дойдем. В нашем случае двигатель стоит 1.8 на 180 лошадиных сил. Тоже он работает в паре с DSG, 7-ступенчатая, сухая. Можно также взять его на механике, 6-ступенчатой. В общем, вот, как это все работает. Разгоняется автомобиль до первой сотни 7,3 секунд, но если быть прям честным, 7,5 секунд. Есть версии с полным приводом, это будет чешское производство. Есть версия RS, заряженная. Там идет 6-ступенчатая коробка DQ250, она получается с мокрым сцеплением и наиболее надежная. Все моторы хорошо чипуются, давайте обо всем по порядку. В первую очередь начнем с DSG. Вся проблема была в том, что постоянные были нарекания на сцепление, постоянные были нарекания на... Сейчас это доработали. Доработали, в частности, сцепление. Пообщался со шкодоводами. Что говорят? Коробка, ресурс примерно 100 тысяч. То есть 100 тысяч, она должна отъездить, возможно, больше. Здесь уже все идет индивидуально. А именно сцепление. Вот самая главная проблема это сцепление. Даже владелец этого автомобиля узнавал, у дилера заменить сцепление под ключ стоит 30 тысяч рублей. То же самое сделать на стороне, естественно, будет дешевле. Где, как найдете. Мехатроник, ресурс у него 150-200 тысяч. Он сам по себе уже дороже. Замена обойдется примерно 70-90 тысяч рублей, если это делать у дилера. Если же это делать на стороне, опять же, будет дешевле. В любом случае, как поступила компания Шкода. Вот сейчас, покупая автомобиль, если вдруг у тебя летит коробка, и это выясняется гарантийным случаем, то, представитесь, выписывают штраф в заводу в 100 тысяч евро за одну коробку. Таким образом, они как бы пытаются тыкать в их же какашки. Ну, как так? Такая компания, вроде бы, серьезная, технологичная, и все никак не могут решить эту проблему. Гарантия на автомобиль 2 года без ограничения пробега. Вот, на мой взгляд, было бы круто, если бы Шкода сказала, смотрите, 2 года без ограничения пробега, но коробка и двигатель 5 лет, 5 лет без ограничения пробега, все. Вот тогда ты можешь понимать, что ты купил, и они уверены в своей работе. Но, тем не менее, один случай гарантийный уже был, то, что вот у человека на 2,5 тысяч коробочка все-таки нагнулась. Ему ее заменили, понятное дело, по гарантии. В общем, ДСГ, доработали, говорят, проблем здесь больше не будет, но, как говорится, покажет время. Важный момент, если вы покупаете автомобиль с желанием погоняться, естественно, вы наверняка будете смотреть в сторону чип-тюнинга. Вот, смотрите, паспортные данные. 180 сил, 250 крутящего момента, разгон 7,3, ну, 7,5 секунд. Если сделать стейдж 1, там уже будет 290 крутящего момента. Если сделать стейдж 2, уже будет 350 крутящего момента. Главный вопрос, это обязательно коробка должна быть механическая. Если вы купите ДСГ и сделаете чип, отрыгнет у вас коробка на раз. Это знают, в принципе, все. Тем не менее, важный момент нужно учитывать. Если перейти к двигателю, какие были проблемы? Все жаловались одно время на масложор. Сейчас же говорят, что все, проблема решена. И действительно, пока что масложора нет. Но, как вы помните, мы когда снимали Тигуан, там я поднимал этот вопрос, что здесь поменяли поршневую, здесь поменяли маслосъемные кольца. Когда будет износ у этих колец, вот тогда-то масложор и вернется. Но, в принципе, проблема решаемая. Просто так же меняете маслосъемные кольца в сборе. Все. Автомобиль у нас 2018 года, произведен он в апреле. Вот многие наверняка задутся вопросом, а как так получается, что человек получил скидку в 213 тысяч? Друзья, это совсем такая длинная, долгая история. Тем не менее, вывод здесь простой. Нужно обходить каждого дилера, торговаться. У кого-то это хорошо получается, у кого-то это нехорошо получается. В этом случае очень классное предложение, потому что куплен автомобиль за наличный расчет. Это важно. Если вы берете в кредит, сдаете трейды, ну, понятное дело, на словах вам могу сказать, скидка 300-1400, на деле скидки может не быть вообще. Отмечу, что у турбины слабое место, это электронный актуатор. На нем стирается дорожка, и, соответственно, подлежит она замене полностью. Вот ресурс у нее примерно, если вы будете гонять, 80-90 тысяч. В частности, на дорестайлинговой версии встречалась проблема с пластиковыми электронными помпами. Вещь достаточно дорогая, по замене обходится в 30 тысяч рублей. Таким образом, из всего вышесказанного, давайте подведем итоги. Двигатель 1.6 самый дохлый, вообще многие его не понимают, тем не менее, на него свои клиенты есть. Двигатель 1.4 плюс-минус достойный, но он очень сильно раздут. Двигатель 1.8, очень хороший мотор, погоняться на нем милое дело, особенно всем тем, кто хочет машину брать именно как гоночку, пушку-гонку, и будет делать чип, обязательно берите только механику. С DSG будут проблемы однозначные, если вы сделаете чип. И вот это сочетание DSG плюс технологический, в принципе, мотор, что дает? Первое, ну, хорошая динамика раз, и, собственно, очень хороший расход. Вот, если вы выйдете на трассу, на этом моторе со скоростью 110-150, будет расход примерно 5-6 литров. Вот в городе человек ездит, новая машина, чуть больше 2000 км пробег, у него сейчас расход примерно 8 литров, но это в городе. Соответственно, в смешанном цикле, я думаю, здесь расход будет в районе 6,5-7. Если ты шкодовод, владеешь Октавией, напиши свои цифры в комментариях. В Аггрупп все, собственно, плюс-минус одинаково пересекается. Вот шильдик Шкода, и если его оторвать, там будет вас встречать вообще Вольсваген. В общем, здесь больше рассказывать нечего. Максимальную информацию я до вас донес. Шкода сейчас говорит то, что все у нас теперь все будет классно. Как поведет себя двигатель, коробка, турбина, покажет время, будем следить. Капотик такой у нас интересный, не тяжелый. Друзья, напоминаю вам, что очень сильно жду новую Камри. Если вдруг кто-то из вас купил Москва, Московская область, Тула, Рязань, вот кто поблизости, напишите, пожалуйста, я с удовольствием к вам приеду. В Камри все так же остался банковский, вот эта баночка, а не капот. Очень много косяков по машине. Многие сейчас их валят, рассказывают, плюс-минус классная, крутая. Я же вам расскажу, что есть на самом деле, а самое главное покажу. Если поднять вопрос по содержанию, ну смотрите, в первую очередь, конечно же, машину можно постараться найти, купить вообще за миллион рублей. Будет самая пустая версия. Но в любом случае, это ВАК, это наборная машина. Ты можешь прийти на сайт, посмотреть, там будет, там она миллион пятьсот стоит, но еще доп. опции набрать тысяч на сто, на сто пятьдесят, на двести. Если запрыгнуть в интернет и посмотреть стоимость запчастей, я вам постоянно рассказываю о том, что у меня есть друг, который продает запчасти на ВАГ, на Хендай, на Мазду, пообщавшись с ним, попросил, говорю, составь легкий список, оставлю его в описании, что идет вообще по запчастям. Но после того, как открылся завод в России по сборке, кузовщина стала гораздо дешевле. Техническое обслуживание на автомобиль стоит примерно 10 тысяч рублей. Каска, например, на автомобиль, если она нужна, с франшизой человеку, владельцу 23 года, обошлась она в 70 тысяч рублей. Но машина, понимаете, неугоняемая, поэтому бояться за то, что она у тебя уедет, вряд ли стоит. За последний год, если не ошибаюсь, я назвал цифры, там в районе 60 машин было угонено. Передняя подвеска независимая, амортизационная стойка типа Макферса, а задняя подвеска у нас двигателем 1.8. Везде в остальных комплектациях идет балка. Балка, друзья, я вам скажу, это жесть. Все те, кто говорят, вот езжу на балочке, бед не знаю, ты просто привык. Вот на самом деле, просто привык. Но балка, это она прыгучая будет. Здесь же машина, в принципе, хорошо сбалансирована. Стоит опция плохих дорог для России. Что это такое? Пружины другие. Вот за счет этого на большой скорости может быть дискомфорт. Естественно, если их заменить, машинка будет поинтереснее рулиться. Клиренс у нас примерно 155 миллиметров. Если взять версию RS, которая стоит 2,5 миллиона рублей, она будет ниже, будет в районе 127 миллиметров. Но версия RS в первую очередь дорогая, во вторую очередь она тоже идет на переднем приводе. Да и, в принципе, машин за последний год, говорят, было продано 10 штук. Это очень мало. Машина не востребована. Естественно, за 2,5 миллиона легче взять себе BMW, Audi. Колеса у нас идут 17-е. Поговаривали то, что очень хорошо их воруют, тырят, снимают. Давайте присяду сам за собой. Вот сейчас сидение настроено под меня. Обращаю ваше внимание. Открываем. Места дофига. Садишься в автомобиль, ну, сам смотри. Вот коленки. Сел, устроился поудобнее. Сидение можно, естественно, сложить ровно у пола. Не получается все равно. Есть ступенька. Вот я как-то снимала Октавию, мне говорят, типа ты идиот. Даже знаешь, Аскали? Ты, говорит, обмудок. Обмудок, интересное слово. Все там получается ровный пол. Не знаю, сейчас покажем. Но сидеть можно. Есть сзади у нас два USB-шника, подогрева задних есть сидений. Есть розетка на 230 вольт. В общем, такого, знаешь, какого-то изыска нет, но самое необходимое присутствует. Сама у нас идет на тряпочке. Естественно, можно взять кожу. Будет это стоить плюс 130 тысяч рублей. Либо же воспользоваться услугами, самостоятельно обтянуть кожу, либо же там просто пошить чехлы. Переходим потихонечку к задней части. Смотрите, бак у автомобиля 50 литров. Если взять полный привод, то бак будет 55 литров. Маленький такой спойлер стоит. Раньше это было отличие для версии 1.8. Сейчас вот обратите внимание. Вот такой выступ пластиковый. Расширенные арочки. Поэтому вот это вот больше отличает двигатель 1.8 от двигателя 1.4. Задние фонари. Ну, знаешь, что сам смотри сзади. Говори, как вот тебе. Но если присмотреться, понятное дело, изменились фонари. Стали они с диодами. Но вот так вот, друзья, гляньте сами на автомобиль. Ну, по сути, та же самая Шкода, что и была. Ничего прям такого вау, сверхъестественного нету. Достойный, скажем так, задок. Просто такой вот обычный. Есть у нас дворничек. Кузов лифтбэк. За это огромное. Огромный такой плюс, скажем так, жирный багажник. 568 литров. Естественно, сложить сидение здесь будет примерно там полторы тысячи литров. Очень много различных ништячков. Ну, смотрите, например, вот такая простая вещь. Что это такое? Вот, знаешь, бывает, купишь там, допустим, водички поставил, чтобы это ничего здесь не каталось, либо пакет полностью с продуктами сделал. Вот ты закрепил, да, у тебя поставил. Получается, она тебе не упадет. То есть по мелочи, ну, как бы, знаешь, так для дела можно применить. У нас здесь идет полноразмерное запасное колесо. То есть, ну, сейчас не особо здесь хороший свет, но тем не менее, в общем, вы понимаете, то, что машина вот в багажнике, вот ушко, там, в принципе, такие интересные. Есть, чтобы посмотреть всякие крючочки, розеточки, сложить, разобрать. В общем, он реально такой, получается, как бы семейный автомобиль, что здесь вот можно планочки, самувайка и так далее. Вдруг у меня ездил на такой же Шкоде дорестайлинговой в Минск кататься на велосипеде. Сложил сиденье, закинул два велика, не разбирая, пожалуйста, поехал, все с комфортом. Вот обратите внимание, вот я складываю сиденье, да, но вот эта ступенька же есть. Некоторые говорят, ровный пол, ровный пол, ты неправильно сложил, ну, что я неправильно сделал, напишите. Как их? Вот они по-другому больше не поднимаются. Соответственно, если здесь так вот условно удобная, комфортная машина в плане эргономики, пойдемте, присядем в автомобиль, посмотрим, какой у нас, там интерьер. На двигателе 1.8 поеду кататься впервые. На всех остальных ездил, ну, кроме РС, а вот на 1.8 покатаемся впервые, посмотрим, какие будут ощущения. Вот давайте с вами посмотрим сам интерьер. Вот если слева направо пойти, да, ну, эргономика, это понятно, все ее хвалят всегда, вот, ваговская, все круто. Что мне нравится? Вот садишься, комфортно. Вот многие скажут, вот пластик, да, ну, пластик такой, на вид дешевый, но на мой взгляд, это на самом деле намного круче, нежели чем вот эта вот глянцевая штука, ну, симпатичная, новая машина, но сейчас он все это зацапкает, будет царапка все, а вот такой пластик, вот он реально очень хороший в плане износа стойкости. Что здесь? Соответственно, если ты гвоздем не будешь царапать, машина у тебя будет выглядеть свежо. Стоит очень хороший, очень хороший мультимедийный экран, то есть он, естественно, очень хорошая четкость, то есть даже если камеру мы заднюю, например, включаем, изображение тоже достойно. Здесь есть различного рода выборы, то есть можно будет включить там полный обзор, например, там она будет широкоугольная, поближе, подальше, в общем, в этом огромный плюс. Обращаю ваше внимание, то, что комплектация у нас далеко не самая богатая, за счет того, что это немецкие автомобили, их можно набирать, там набивать вообще по полной программе, опций очень много можно набрать. Сам селектор переключения передач, с одной стороны, на мой взгляд, изначально казалось, то, что он очень высокий, но вот ходит он плавно, знаешь, то есть, ну так комфортно, так вот ты садишься, нет, вот эту, как вот, например, в той же самой Хонде, подлокотник выдвигается, вот и выдвинул, включил драйв, на дальняк сидение под себя настроил, там как хочешь, передвигаешься, классно. Музыка, в принципе, достойна, ну как достойна для радио, но опять же, все опционально, можно взять более продвинутую музыку, то же самое с приборной панелью, вот у нас одна, но вроде бы, если я не ошибаюсь, там можно изменить ее, взять более дорогую версию, но важный момент, что эта функция будет доступна только с лета, а в Европе уже все катаются, ну как обычно, у них все есть, к нам это приходит чуть позже, мультируль, управление светом, вот обратите ваше внимание, одно время, когда вышел Мерседес 222, все кричали, вау, класс, смотри, как подсвечивается салон, ну вот даже уже в октали, нечто похожее есть, есть ряд цветов, то есть, это будет подсвечиваться в дверях, все это проверить можно вечером, понятное дело сейчас у нас светло, и мы это не увидим, но в принципе, знаешь, я считаю так тоже, такое маленькое баловство, ну приятно, есть оно и есть, вечером сел, покатался, конечно не хватает, чтобы это где-то еще по салону было сделано, в общем дисплей многофункциональный, есть версии, где он будет еще больше, там не будет этих крутилок, то есть он будет полностью сенсорный, сенсоры, с одной стороны, хорошо кому-то нравится, мне, например, не очень нравится, потому что, ну ляпочки все эти остаются, управление климат-контролем, здесь все стандартно, все понятно, машина поддерживает, в общем все, что можно набрать, вы можете зайти на официальный сайт, на это время тратить не будем, там прям все расписано, что сколько стоит, и не забывайте о том, что скидки есть всегда и везде, если вы пришли, вам сказали, вы что, это неправда, ну просто не получилось, надо обзвонить всех, и тогда скидочка будет, друзья, отправляемся на тест-драйв, потихонечку, сейчас мы выйдем, проедемся по нормальной дороге, послегка разбитой, посмотрим, как будет отрабатывать подвеска, что в первую очередь хочу сказать, ну смотрите, зеркала, вот на самом деле садишься, зеркала небольшие, то есть чем-то они напоминают ауди А3, которую мы снимали, внутри зеркала тоже небольшое, но в целом, как бы знаешь, для опытного водителя это проблемой не будет, потому что можно хоть и без зеркал ехать, зеркала у нас идут с функцией, показывают, вот слепую зону, вот сейчас мотоциклист проезжает, мы его видим, а так вот, разбитая дорога, задняя многорычажная, вот смотрите, машина сейчас новая, это тоже важно, то есть пробег тут практически сколько, 2186 километров, вот такой прыгучести, которая была, например, на автомобиле с балкой, когда мы катались, здесь точно нету, ДСГ особо вот не тупит, сейчас смотри, мы выезжаем в пробочку, такую небольшую, ранее в таких условиях она начинала пихаться, знаешь, вот это переключение были, непонятно, с первой на вторую, со второй на первую, сейчас вот мы едем, то есть такой, знаешь, дерготни нету, говорить за шумоизоляцию, особо не вижу смысла, почему, ну шумоизоляция для этого класса плюс-минус нормальная, вот по шершавой дороге, естественно будет гул стоять, по ровной дороге, по хорошей, там до скорости до 100 километров, как везде будет тоже, ну в принципе тихо, понимаете, друзья, то, что это не Мерседес Е-класса, в котором на 160 было реально очень тихо, вот отмечу работу робота, вот мы сейчас выезжаем, пока да еще толкаемся по пробочкам, останавливаемся, вот так как раньше это было, знаешь, то есть там убираешь с тормоза ногу, она стоит, вот сейчас если убрать, она все поехала, и даже доработали по такому принципу, прошивку сделали нормально, правильно, то есть она теперь не включается со второй, как это было раньше, когда ты едешь, например, уже на маленькой скорости, коробка переходит в режим нейтраль, то есть когда она уже понимает, то что ты останавливаешься, в тот же самый момент, если нажать на газ в пол, то есть машина понимает, да, то что ты хочешь разгоняться, ну в частности коробка, соответственно, она будет передачу взять пониже и задерживать ее, обратите внимание, на самом деле такая фишка есть на многих автомобилях, в частности с автоматом, то что под капотом 180 сил, на самом деле это чувствуется, вот мы едем 30, я чуть-чуть газку даю, тяга уже есть, ну реально ощущается то, что машинка настроена на такую езду и дает возможность погоняться, вот обращаю внимание, даже уже на 50 километрах слышен такой гул, который характерен как раз-таки тонким стеклом, открываю окошко, трогаю, ну по ощущениям точно такого же там вот толщины, как на масте, машина именно вот волк в овечьей шкуре, почему внешне никогда не скажешь, что это Шкода как-то может ехать, ну кто не знает, знаешь, так в потоке обычная тачка, но в реале, если дать газку, она может очень хорошо разогнаться, вот смотрите, у нас сейчас скорость примерно 70 километров, чуть притапливаю, даже не в пол, поскакал, но тяга действительно есть, она набирает, она уверена, уже соточка, то есть 70 до 100 разгон тоже хороший, сымитируем ситуацию, что нам нужно ускориться, мы едем 60 газку, держит передачу, ну вот как я вам и говорил, то что до 6000 она докручивает, 120 уже едем, и знаете, вот реально перестроение очень плавное, то есть машина действительно дорогу держит, я понимаю прекрасно, что если ее разогнать до максимума, там 230 у нее ограничитель, говорят люди разгоняют, а мы до 250, как он будет на большой скорости держать дорогу, уже вопрос, ну вот там до 150, до 160, такие крейсерские скорости для трассы, ты напрягаться не будешь, тяга есть, со 120, тоже разгоняет, и вот 140 едем, ну реально, смотри, стоит как влетая, то есть не нужно там, знаешь, какого-то переживания, как вот бывает, ну в принципе сегодня машину, вот седанчики, все хорошо управляются, колес у нас подчеркиваю, 17 стоят, в общем, в плане вот пушка-гонка, можно сделать, особенно если бы она сейчас была бы на механике, с каким-нибудь чипом, дорога шикарная, люди смотрят со всей России, понятное дело, у некоторых таких дорог не бывает, у нас же вот идеально, то есть перестроение можно делать, подхват у нее есть, то есть реально рулится очень хорошо, например даже мне после Mazda, который как бы настроен на спортивную езду, там подвеска жесткая, сказать так, что здесь что-то отличается, я не могу, реально очень хорошо рулится машина, и прям садишься, чувствуешь себя в своей тарелке, если бы ты меня спросил, ну и что, купил бы ты вот этот автомобиль себе, да честно говоря, я бы ответил, что вполне вероятно, 1 миллион 300 тысяч рублей, есть все самое необходимое, камера задняя есть, подогревы есть, музыка есть, все есть, ну что еще нужно, CarPlay поддерживать, соответственно, навигация с пробками, все, ты можешь смотреть, передвигаться, вот некоторые мне говорят, типа ты Mazda дрочишь, ты никакие другие автомобили не видишь, вот ты плохо сказал про Volkswagen Tiguan, друзья, не в этом дело, вот в Tiguanе сажусь, некомфортно, здесь нравится, здесь нормально, нет, конечно, вот прям вау эффекта, подчеркну, что блин, круто, я бы себе хотел, вот это сочетание, там 1.8, турбинка, машина едет, это круто, с другой стороны, я езжу очень много, поэтому я вам, например, не доверяю тому, что вот я покупив этот автомобиль, с надеждой на то, что я проеду на нем 5 лет и 200 тысяч, что у меня не будет проблем с коробкой, у меня не будет проблем с турбиной, с двигателем, честно говоря, не верю, вот не верю, но если брать автомобиль с расчетом там 3-4 года, и ты в год проезжаешь 25 тысяч, то есть условно за 4 года ты проезжаешь 100 тысяч, я думаю, особо ты не хапнешь, от второй владелица уже будет там какие-то проблемы иметь, а так в целом передвигаешься, комфортно, самое главное, вот за что ее любят, это, конечно, то, что машина может разогнаться. 30 километров мы едем, просто жму в пол, вот секундная задержка, но потом все, тяга, и, кстати, реально просто тяга космос, вот с точки зрения 180 сил турбина, реально очень хорошая, вот обратите внимание, стоит Octavia, да, таксишная, базовая версия бездиодных фар, но бездиодных она вообще даже смотрится, знаешь, ну так, ну прям, блин, фу, вот оптика, конечно же, внешний вид все-таки делает. Итак, друзья, мы подходим к концу, закончился дождь, закончился наш тест-драйв, и самое время делать выводы. Да, выводы на самом деле здесь простые, машина начинается по цене от 1 миллиона рублей, понятное дело, самая базовая версия, самая пустая версия, в нашем случае, комплектация, которую вы сегодня увидели, стоит 1 миллион 513 тысяч рублей, но со скидкой, 18-го года человек ее забрал за 1 миллион 300 тысяч рублей, что я считаю очень хорошо. Естественно, кто-то скажет, миллион 300 за Octavia, да вы что, с ума сошли, ей цена там 700 тысяч, 800 тысяч, было бы круто. Этим летом уже будут новые подорожания на все автомобили, сейчас потихонечку цены опять растут вверх. И я боюсь представить, что когда-то будет день, что нам скажут, вот такая Octavia стоит аж 2 миллиона рублей. Ну и три самых значимых плюсы этого автомобиля. Первый, это динамика, второй, это расход топлива, третий, это эргономика. Ну и четвертый, сюда же я бы назвал, это содержание. Недорогая каска, машины в принципе неугоняемые, их чаще воруют под таксистов, под запчасти. В общем-то, потянуть этот автомобиль можно, если ты, естественно, получаешь там не 10-15 тысяч рублей в месяц. Мне от себя добавить больше нечего. Мне автомобиль понравился, но сказать так, что я бы прям все бросил, побежал его покупать, нет. Но если бы был бюджет условно 1 миллион 300 тысяч рублей, передо мной стоял бы выбор она, либо еще кто-то, задумался, посмотрел бы. Поэтому приглашаю всех вас в комментарии, особенно приглашаю в комментарии шкодоводов, любителей шкод, что вы скажете по этому поводу. В общем, давайте обсудим ее вместе с вами. У меня на этом все. Обязательно подписывайтесь на инстаграм канала, чтобы всегда принимать участие в развитии нашего канала. Сегодня утром заметил, что у нас стало 60 тысяч человек. Огромное вам спасибо, но по этому поводу мы снимем отдельный видеоролик. У меня на этом все. До новых встреч. Всем пока.